Доброе утро, Бокертов! Сегодня 29 июня 2022 года. Вы послушаете выпуск новостей на относительно легком иврите. Это будет язык шестого уровня сложности по стандартам нашего канала. Я сначала прочитаю текст новостей, а потом его переведу. שלום, היום יום רביעי, למד בסיוון. אתם מאזינים לחדשות ברדיו קולהיזים. איסטנבול, המשטרה עצרה יותר מ-200 משתתפים במצד הגאווה לפני שהמצד התחיל. ירושלים, בית החולים שערי צדק קיבל מכתב תודה מבטיקן על ניתוח דחוף שהציל חיים של נזירה. Аяма тихон, נחיל גדול של מדוזות, בדריך לחوفי ישראל, חווה ליזהר. Переведем. Шалом, היום יום רביעי, здравствуйте, сегодня среда, ламит бесиван, 30 сивана. Числовое значение буквы ламит это 30, и мы обратим внимание, после буквы ламит стоит значок, который называется герыш, это не буква ют. Обратите внимание, это герыш, и когда после буквы стоит герыш, это подсказка, нам понятно, что речь идет не о слове, а о сокращении каком-то. И в данном случае ламит это 30, 30 число, бесиван в сиване. Сиван это название летнего месяца, одного из летних месяцев по еврейскому календарю. От Эмази ним на Хадашотбе радио Коля Изим. Здравствуйте, вы слушаете новости по радио Голос Кос. Истанбул, Стамбул, город в Турции. Амиштара Ацра, Ютермиматая Миштадфимбы, Мицада Гаава, Лифнейша, Мицада Тхиль. Полиция задержала или арестовала более 20 участвовавших в параде гордости, прежде чем этот парад начался. Обратим внимание, слово Мицад. Мы сравним со словом ЦААД. ЦААД это шаг или глагол ЦОЭД шагает. И Мицад это как бы мероприятие по шаганию. ПАРАД. Слово ГААВА сравним со словом ГЕЭЭ, ГОРДЫЙ. ГААВА, ГОРДОСТЬ. Мицада ГААВА это парад гордости. В современном мире под парадом гордости подразумевается обычно парад, где участники демонстрируют свои гомосексуальные наклонности. ЛИФНЕЙ ШАМИЦАТ ИТХИЛЬ. Прежде чем этот парад начался. Я объясню, что в Турции запрещено проводить подобные мероприятия. В городе муниципалитет разрешения не дает на такие мероприятия. И полиция задержала там всех подряд и участников и не участников. Участников не должно было быть много. То есть среди двухсот задержанных были люди, которые случайно вообще там оказались в этом районе или пришли посмотреть. Корреспонденты, журналисты. Полиция задерживала всех подряд. Иерушалайм, столица Израиля, Иерусалим. Бейтахолим, Шиарей Цедек, Кибель Мехтав, Тудам и Ватикан. Больница Шиарей Цедек. Мы переведем дословно это название больницы как врата праведности. Получила письмо благодарности из Ватикана. И здесь Туда это спасибо или благодарность. Мехтав Туда это благодарственное письмо. Письмо благодарности. Аль Нитуах Дахуф Ши Циль Хаим Шель Низира. За срочную операцию, которая спасла жизнь монахини. И я покажу на фотографии. Мы видим вторая женщина слева. Это монахиня, которой понадобилась срочная операция. И в больнице быстро сориентировались. Я объясню в чем проблема была. Она, эта монахиня, была больна также и коронавирусом. И по нормам тогда нельзя было проводить операции больным коронавирусом. Они должны были сначала прийти в себя. И только после этого можно было сделать операцию. И врачи быстро сориентировались. И несмотря на вот эту норму, которая в то время существовала. Они провели срочную операцию. И спасли ей жизнь. И сейчас здесь на фотографии две монахини принесли благодарственное письмо. И мы видим врачей, которые принимали участие в операции. Аяма Тихон. Средиземное море. Мы здесь обратим внимание, что Тихон, чтобы нам легче было понять, как образовано это слово, мы свяжем со словом Тох. Тох это внутренняя часть, что-то внутри, да, Бытох внутри. И Тихон это средний. Мы можем встретить подобное слово, например, Бейцефер Тихон. Это будет средняя школа. Или здесь Аяма Тихон. Это Средиземное море. Что-то среднее, среди чего-то. Чтобы нам было понятно, как это образовано. Большая стая медуз по дороге к берегам Израиля. Слово Нахиль обычно используется по отношению к пчелам, как пчелиный рой. И по отношению к медузам, я надеюсь, что я правильно перевел Нахиль, как стая. Нахиль-гадоль, как большая стая медуз. Если вдруг я ошибся, просьба подсказать. Может быть, о медузах принято использовать какие-то другие термины в русском языке. Скопление медуз. Слово Нахиль, я подчеркну, не используется, например, в отношении собак. Стая собак будет называться Лаака, например. То есть, Нахиль обычно мне встречалась по отношению к пчелам и к медузам. Как правильно сказать по-русски? Подскажите, если я ошибся. Медуза на иврите есть свое название. Хутит. Но обычно используется слово медуза, потому что хутит не все его знают, не все понимают. Хова-ли-за-эр. Обязательно нужно проявлять осторожность, потому что эти медузы, они могут нанести, они могут ужалить. И мы обратим внимание, слово хова в данном случае, оно перед неопределенной формой, я его перевожу, такой условный перевод, обязательно нужно. То есть, если я скажу хова-ли-рот, это обязательно нужно посмотреть, как рекомендация здесь используется или наставление. Хова-ла-во, обязательно нужно прийти, как рекомендуется прийти. Хова-ли-за-эр, обязательно нужно проявлять осторожность. Рекомендация или наставление, проявляйте осторожность. Это же слово хова, когда оно второе слово в словосочетании, означает что-то, тоже что-то обязательное будет. Но мы по контексту его будем переводить иначе. Например, шерут хова, когда речь идет об армейской службе, то это срочная служба, то есть обязательная служба в армии. Шерут хова. Если, например, битуах хова, то это обязательная страховка. Битуах, страховка, хова, что-то обязательное. Битуах, хова, обязательная страховка. И еще раз, если это слово перед глаголом в неопределенной форме, для себя мы будем его переводить как обязательно нужно, как рекомендация или наставление. Я очень надеюсь, что это было несложно и понятно. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Литраут. До свидания.